Приседания с применением штанги – это одно из основных упражнений при занятии бодибилдингом, пауэрлифтингом. Такие занятия помогают развить мышцы ног на бёдрах и ягодицах. Приседания всегда использовались в спортивных тренировках. Если вы применяете штангу, нагрузка на мышцы увеличивается и ваши усилия станут заметнее. Для того, чтобы правильно использовать спортивный инвентарь, нужно обладать некоторыми знаниями. Нужно научиться приседать правильно. Приседания со штангой относятся к базовым упражнениям. Они активизируют работу нескольких групп мышц, но большая нагрузка приходится на основные мышцы ног. Дополнительно задействован поясничный отдел – мышцы живота. При выполнении одного упражнения у вас одновременно нагружаются разные группы. Такой подход способен спровоцировать рост мышечной массы всего организма. В момент приседания у вас происходит увеличение массы мышц. В этом принимают участие все мышцы, которые расположены в нижней части тела. В процессе выполнения упражнения вы можете корректировать нагрузку. При стандартном приседании со штангой участвуют квадрисепсы, ягодичные мышцы, кабаловидные мышцы, пицепс бедра, икроножные мышцы, синергисты, мышцы брюшной области, мышцы спины. Необходимо соблюдать несколько правил, чтобы упражнение приносило нужный результат. Постановка ног. Постановка ног должна соответствовать ширине плеч. Носки смотрят вперед. Нужно немного развести их. Это исходное положение можно назвать классическим. В начале осваивания приседаний со штангой именно этот вариант будет основным. В дальнейшем вы сможете экспериментировать. Если в момент приседания вы отрываете пятки от пола, можно подложить блины. Но польза это не приносит. Представьте себе, что вы передвигаетесь со специальными подставками на пятках. Обычно используют закрытый хват грифа. Расстояние между руками на грифе не имеет большого значения. Необходимо учесть, что они должны быть расположены симметрично от центра. Это нужно для того, чтобы в момент приседания вы не потеряли равновесие. Положение шеи и глаз. При приседаниях со штангой необходимо смотреть немного выше горизонта. Это позволяет сохранять правильное положение шеи и держать ее ровно. Если вы опустите глаза, шея автоматически наклонится. Выполняя упражнение с такой осанкой, существует риск появления остеохондроза или травмировать позвоночник. Запомните, что нельзя смотреть пол при приседаниях. Расположение грифа. Штангу вы можете держать на плечах, лопатках или на передней дельте. Здесь нет универсального правила. И каждый подбирает что-то свое. Обычно это золотая середина на плечах. При расположении на плечах вся нагрузка будет распределяться между спиной и ногами. Такие нагрузки используются в фитнесе и бодибилдинге. Исходное положение. И движение вниз. Поставьте ноги на ширине плеч. Носки должны быть развернуты немного наружу. Для снятия штанги со стойки используйте закрытый хват для грифа. И кладите штангу на шею в области задней дельты. После отходите от стойки на один шаг назад. При приседании спину держите ровной, с небольшим наклоном вперед. Это снизит нагрузку на позвоночник. Смотреть нужно ровно перед собой. В процессе приседаний ягодицы будут выдаваться назад, а колени не должны выдаваться дальше, чем расположение стопы. Нужно, чтобы основную нагрузку несли мышцы ног и движения были плавными. При правильном выполнении упражнения будет задействована задняя и передняя мышца бедра, ягодицы и поясницы. Глубина приседаний. Можно выполнять упражнение до параллельного положения с полом или опускаться ниже. Многие придерживаются мнения, что при параллельном приседании уменьшается нагрузка на коленный сустав. Такой эффект будет только в случае свободного приседания, бесконтрольно. А если нет, то нагрузка будет довольно большой. Приседая глубоко, у вас будут участвовать в упражнении мышцы ягодиц и бедер. И при таком варианте приседания увеличивается эффективность упражнения. При движениях со штангой вверх и вниз необходимо следить за дыханием. При движении вниз вдох, а вверх выдох. Присаживаться нужно плавно и после непружинения подниматься также. В верхнем положении ноги нужно оставлять немного согнутыми и зафиксировать этот момент. Количество повторений упражнений зависит от вашей подготовки, используемого веса штанги. Существует несколько основных видов приседания. Они требуют соблюдения определенных правил для достижения нужной цели. Приседания для начинающих. Начинающие могут использовать приседания на стул. Занимаете стандартное исходное положение, в процессе выполнения используется стул. В тот момент, когда туловище становится параллельно полу, вы присаживаетесь на стул. Приседания со штангой с узкой постановкой стоп. Это то же самое упражнение, что и классический присед. Исходное положение будет аналогичным. Основное отличие заключается в постановке ног. Классики на ширине плеч. А здесь, как вы понимаете, постановка ног узкая. При выполнении упражнения большую часть нагрузки отдавайте на переднюю мышцу бедра. А задняя будет выполнять вспомогательную роль. Из-за того, что постановка ног узкая, в полную амплитуду движения работать не будет. Садиться до пола не получится. А именно поэтому задняя поверхность бедра недополучит той нагрузки, которую она получает в классическом приседании. Техника приседаний в тренажере Смита очень похожа на обычные приседания. Но есть и существенные отличия. Для начала вам необходимо установить гриф на удобной для вас высоте. Она должна быть такой, чтобы гриф располагался чуть ниже плеч. Далее вы подсаживаетесь под гриф, берете его хватом сверху и выпрямляетесь. Ноги ставите чуть шире плеч и на 20-25 см дальше, чем ваши бедра. Таз отводится назад, спина должна быть строго перпендикулярно полу. Делаете глубокий вдох, садитесь, отводя таз назад. Садиться необходимо чуть ниже параллели. На выдохе вытолкните себя вверх, только усилием ног и ягодиц. Фронтальные приседания со штангой. Принимайте стандартное исходное положение. Штанга будет находиться не сзади, а на передней дельте. Для выполнения таких приседаний необходимо обладать определенным опытом. При этом упражнении осуществляется работа мышцами живота, бедер, икроножными, ягодичными. Уменьшается нагрузка на спину и возможность получения травмы колена. Вы не наклоняетесь вперед, при этом не напрягается поясничный отдел. Выполняя упражнение, смотрите прямо перед собой. Исходное положение будет стандартное. Отличие только в расположении штанги. Локти выставлены вперед. Приседайте потихоньку. При этом грудь должна уходить вперед. Глубину приседания выбирайте сами. Движение вверх начинается с груди, не помогая себе локтями, поднимая их еще выше. Если у вас не было травм коленного сустава и соблюдается техника выполнения упражнений, можно не беспокоиться. Но чтобы не навредить, нужно соблюдать несколько правил. Обязательно подбирайте вес штанги для приседаний. Нагрузку увеличивайте постепенно. Не нужно сразу стараться довести ее до максимума. Обязательно делайте разминку и разогревайте мышцы. Приседания нужно выполнять плавно. Не допускайте рывков и резких движений. Приседать нужно до угла 90 градусов. В таком положении мышцы получают максимальную нагрузку на ногах и ягодицах. Обращайте внимание, чтобы при приседании бедра уходили немного быстрее назад, чем колени. При этом будут уменьшены возможные болевые ощущения в коленях. Старайтесь нагружать ягодичные мышцы и сухожилия, которые расположены под коленом. Это позволит делать глубокое приседание. Одно из самых распространенных ошибок считается неглубокое приседание. Если у вас нет травм ноги или коленного сустава, обязательно соблюдайте правильную глубину приседания. Передняя часть бедра должна быть ниже высоты коленной чашечки. При поставленной задаче делать неполные приседания допускается уменьшение глубины. Но не нужно этого делать все время. У вас не будет получаться достижения поставленной цели в нужной мере. Приседание со штангой направлено на укрепление ног и ягодиц. При правильном техническом выполнении вы сможете избежать травм и добиться нужных результатов. Рекомендую придерживаться этих советов и успех будет гарантирован. Девушкам не нужно переживать, что их фигура может испортиться. Для этого выбирайте необходимую нагрузку. Приседания со штангой способны воздействовать на многие группы мышц и даже мелкие стабилизаторы. Но до настоящего времени не существует более эффективного упражнения для потери веса и приведения мышечной массы в нужный тонус. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok